В Москву в программу «Вести» пришел крепкий пожилой мужчина на входе, предъявив удостоверение ветерана одного из легендарных спецподразделений страны. Прошу вас доставить это письмо в город Барнаул, где проживают родственники нашего героя, а самый главный внук нашего дорогого товарища, старший лейтенант Чистеева. Спасибо, ребята. Подробное письмо сотрудник группы «Вымпел» написал сразу, как только истек срок подписки о неразглашении. Он был непосредственным участником тех событий. Уважаемая Рита Алексеевна, пишет вам подполковник запаса Андрей Андреевич. Выпускник Барнаульского авиационного училища Михаил Чистеев родом из Хабарского района было непросто, но в итоге мы разыскали в Барнауле его семью – супругу Риту, дочерей Машу и Ксению, а также внуков Данилу, Варвару и Кирилла. Мы любим деду Мишу, мы помним. Он был летчиком. У него спасатель. Спасался? Угу. У деда есть орден, а я хочу, чтобы у него была звезда героя. Орден Красной Звезды в Хабары привезли 28 мая 1987 года вместе с запаянным цинком груза 200 из Афганистана, безо всяких объяснений. У родни было много причин не поверить, ведь служил Михаил Чистеев не в воевавшей 40-й армии, а в мирном Узбекистане. И в полку его самолет продолжал числиться пропавшим после вылета 15 апреля. Мы же жили надеждой на то, что он еще в плену. Вот все почти 20 с лишним лет надежда была. В этом письме то, о чем молчали четверть века. Михаил Чистеев служил в разведке и пилотировал не совсем обычный самолет. Один из типов самолетов, на которых учили летать барнаульских пилотов, это самолет-разведчик Як-28Р. Именно на такой боевой машине Михаил Чистеев отправился в свой последний полет. Экипаж вел аэрофоторазведку для 40-й армии и был сбит стингерами, одними из первых американских ракет, появившихся в Афганистане. Банда наемников из Пакистана проследила парашюты. После короткой схватки с безоружными пилота и штурмана Сергея Поваренкова повели через границу на базу. Дважды те пытались бежать, при этом сократив банду на пять душманов. Главарь приказал пытать раненого штурмана. Умирая, тот просит Михаила отомстить. Выбрав момент, Чистеев атакует конвоиров и принимает последний бой. Он продолжался полчаса. Это станет известно позже, после допроса бандитов бойцами спецназа. Они разыскали банду и вывезли с чужой территории останки героев. Кстати, похороненных местными, как уважаемых воинов под грудой камней. Все, что касалось американских ракет «Стингер», в том числе и подробности этой операции, сразу получила гриф «Секретно». Я бы, наверное, и до сих пор, может быть, и не знала. Если бы, конечно, не Андрей Андреевич. Конечно, я ему очень благодарна. Страшно. Ну, что теперь? Пусть внуки знают. На могиле старшего лейтенанта Михаила Чистеева в родных хабарах даже зимой живые цветы. На памятнике героя стоит дата 15 апреля 1987 года. Это не дата смерти. Это день, когда его самолет в последний раз оторвался от земли. Дмитрий Клишин, Олег Дубинин, Евгений Фирсов. Вести. Алтай. Продолжение следует.